Депутаты Сейма Депутаты Сейма Расследование по громкому скандалу вокруг возможного сексуального домогательства депутата Кистутиса Пукаса на время зашло в тупик. Временная комиссия сегодня должна была огласить выводы, есть ли основания лишить неприкосновенности парламентария, однако тот принес справку о хромающем здоровье. В результате комиссия попросила Сейм продлить расследование до середины сентября. Генпрокуратура утверждает, что есть достаточно доказательств, чтобы предъявить опальному политику обвинения. Если парламент лишит пугуса депутатского иммунитета, ему грозит уголовная ответственность. Помимо домогательства к молодым помощницам, политика обвиняют в незаконном хранении оружия в своем парламентском кабинете. Парламент отсрочил на год вступление в силу так называемой штатной оплаты труда учителей. Такая система означает, что зарплата зависит не от количества проведенных уроков, а является фиксированной. Закон, регламентирующий новый порядок, вступил в силу в феврале, однако реальные изменения учителя, директора и их заместителя должны были ощутить лишь с приходом августа. Сегодня же СЕИМ решил перенести эту дату на сентябрь 2018 года. Как пояснил аграрий Эугению Сьёвыша, возглавляющий парламентский комитет по образованию, модель все еще обсуждается с педагогами, поэтому и было принято такое решение. Перевести работников школ на фиксированный заработок профсоюзы требовали еще у предыдущего правительства. По мнению правозащитников, нововведение позволило бы поднять зарплату учителям, а также улучшить условия их труда. Вести такую модель зарплат правящая коалиция крестьян-зеленых и социал-демократов обязалась в правительственной программе. Священнослужители традиционных религиозных общин необоснованно освобождаются от военной или альтернативной службы в армии, сегодня объявил Конституционный суд. Судьи пояснили, что высший закон страны обязывает всех граждан, независимо от их вероисповедования или принадлежности к церкви, пройти службу в системе обороны. Суд признал противоречащим Конституции закон, освобождающий от воинской повинности духовных лиц, принадлежащих к признанным традиционным общинам. Таковыми государство считает католиков, греко-католиков, лютеран, евангелистов-реформаторов, православных, староверов, иудеев, мусульман-суннитов и караимов. За разъяснением в Конституционный суд обратился в Вильнюсский окружной административный суд. В него пожаловался член свидетелей Иеговы на отказ вооруженных сил освободить его от военной службы. В ответ на сегодняшнее решение Конституционного суда, глава конференции епископов Литвы Кестутес Мельгявичус заявил, что служба в армии противоречит призванию священнослужителя. Накануне в Рокешкесе открылся лагерь российских студентов, который планирует до 14 июля привести в порядок здешние места захоронения советских солдат. Отряд волонтеров второй год подряд занимается обустройством таких могил. В прошлый раз студенты работали в Заросайском районе, а в этом году получили приглашение от мэра Рокешкеса. «Мы посетим семь захоронений, собираемся попасть в Латвию, где планируем возложить цветы на двух захоронениях». Ребят, желающих принять участие в проекте, было много – более 400 человек. Проводилось собеседование. «Всего вместе с нами приехали 18 человек», – сказал глава экспедиции Константин Белов. Как отмечают организаторы, российский проект схож с ежегодными поездками «Миссия Сибирь». Во время которых литовские волонтеры приводят в порядок кладбище, где покоятся ссыльные граждане Литвы. Сегодня в Вильнюсской картинной галерее известный европейский историк моды Александр Васильев открыл выставку «Портрет и мода». В личной коллекции искусствоведа представлены труды художников 17-20 веков, на которых изображены одеяния, украшения и прически конкретных исторических эпох. Портрет, говорят организаторы выставки, является неисчерпаемым источником знаний об истории моды, поэтому по этим произведениям можно судить об идеалах красоты былых лет. Ценители искусства также порадуют раритет, представленный на выставке – портрет вельможи, датированный 1646 годом.